Всем привет! Сегодня будем смотреть DJI Mini SE. Это дрон весит 249 грамм, то есть его не нужно регистрировать. Дрон с трехосевым подвесом. Камера снимает в разрешении 2,7к 30 кадров в секунду. Снизу кнопка включения, датчики высоты и оптическая стабилизация. Здесь слот для карты памяти для записи видео. Время полета нам обещают до 30 минут. На аккумуляторе двубаночный, емкостью 2250 миллиампер. Дистанция полета до двух километров. Это в режиме SE на частоте 2,4. С 2 километра, естественно, за городом нам обещают, в городе. Ну, зависит от помех. Ну, проверим. Не думаю, что он сможет куда-то далеко улететь. Пульт достаточно простой. Минимум кнопок. Управление подвесом. Запись видео, фото. Возврат домой. Включение, выключение. Телефон крепится снизу, что очень удобно, не мешает раскладывать антенны. Здесь прячутся стики. Но телефон большого размера, если там больше 6 дюймов экран, то уже, конечно, неудобно. Сюда тяжело вылезает и провод подключать уже не очень удобно. Сейчас заряжаем интервью и идем проверять, как это будет все летать. Во всех режимах его протестируем. Потом переключу на частоту 5,8. Куча информации в интернете, как это сделать, не проблема. И сделаем еще тесты на частоте 5,8. Ну, на дистанцию полета, что за городом, что в городе. Все, погнали. Ну, значит, калибровался без проблем. Зависание ровное. Никуда его не тащит. Все хорошо. Есть режимы полета. Симмод. Это для съемок больше подходит. Он плавные такие перемещения. Нормал и спорт. Значит, смотрим. В Симмод скорость 3,7-3,8 метра в секунду. Скорость подъема 1,5 метра в секунду. Это получается максимально. До 4 даже разогнался. Снимаем сейчас 2,7 к 30 фпс. В конце ролика будет пример с карты памяти, фото и видео вот этого полета. Видим, что здесь уже на дистанции совсем никакой. Там 80 метров были какие-то проблемы со связью начались. Переключили в режиме. П-режим не нормал, но такой средний. Смотрим на скорость 7,8, порядка 8 метров в секунду. Да, здесь как бы не за город, но здесь есть небольшие помехи. То есть в виде двух сотовых вышек рядышком. Есть там этот самый ДНП. Какие-то там Wi-Fi роутеры, наверное, у них естественно есть. Ну не сказал бы, что здесь вот видите, как подтормаживает. Связь, в общем, не очень. Ну смотрим спортивный режим. 10, 11, ну там местами до 12 метров в секунду разгонялся. Ну конечно, вот эти все подтормаживаю. Это блин, не очень. Вот здесь смотрим летим 180 метров. Ну и картинка как бы встала. Сейчас дрон будет возвращаться. Попробую в разных направлениях полетать. Все-таки, наверное, вышка сотовой связи сильно мешает. Сделаем тест за город. Уеду там, где вообще нет никаких помех. Там и телефон-то толком не ловит. Там протестируем уже его в поле, так сказать. В городе не вижу смысла проверять связь вот в таком виде, как дрон сейчас из коробки. Ну понятно, да, сколько он пролетит. Ну 200-300 метров в лучшем случае. Летать, в общем, полноценно не получится. Вот. Сделаю тест на счет загородного и потом переведу дрон на 5.8 FCC и уже протестируем, посмотрим там, что он покажет. Да, в настройках там дальше будет видно. Я заходил. Там, значит, почти все каналы свободны, не загружены. Только один канал какой-то там забитый красным. Но, тем не менее, связь, видите, какая ужасная. Чуть-чуть направление другое взял. Высота 70 метров. Да, отображается и в пиве хорошо, разрешение хорошее, то есть все видно четко, но дистанция полета вообще ни о чем. Вы сами все видите. Сейчас вдруг вернется, попробуем все же в другую сторону. В таком виде, как он продается, вот из коробки, если ничего не переделывает, да, то есть это, конечно, не конкурент не Fimi X8, я так понимаю, и Hubsan Zine SE, и Zine Mini Pro, который вот этот, это все будет намного лучше. Теряется весь смысл. Да, камера хорошо снимает, там, фото, видео, все четко, но теряется как бы смысл вообще дрона, который не летает. Над головой только что летать. Ну вот здесь что-то уже, не знаю, как-то он возвращается. Сейчас полетим в сторону вот этих домов по прямой. Ужасная, в общем, связь. Знаете, вот связь на уровне дронов за, там, 3-4 тысячи рублей, вот так. Не хочу, конечно, оскорбить чувство верующих, но это вообще ни о чем. Ну вот, летим в другую сторону теперь. Вот смотрим, что здесь чуть-чуть получше, да, вот уже меньше таких фризов, более-менее плавно. Да, горизонт, как бы, вроде не заваливает особо там, да, вообще не заваливает, нет, все четко, но по связи, блин, конечно, немножко я расстроился. 400 метров, все, начались подтормаживания. Ну, 500 метров, как бы, все. Все, картинка зависла. Опять автовозврат. Сейчас посмотрим в эту же сторону, только задом. Сейчас он немножко вернется и попробуем полететь задом. Посмотрим, как связь лучше. Фимии летает, x8 mini в городе на 2 километра, без вопросов вообще. Прям вот стабильная, хорошая картинка на 2 км. Ну, смотрим, дрон немножко вернулся, связь восстановилась. Сейчас мы сейчас отменим возврат и полечу задом. Вот, а за городом Фимии летает, там, ну, там уже нет предела по связи, есть предел по аккумулятору. 5, 6, 7, ну, 7 нет, но 6 километров, куча роликов, как бы, люди летают. Ну, вот, смотрим, летим задом. Скорость хорошая, 12,6, 12,9, 13 даже, ничего себе. Как пуля летит. Ну, а что мы видим? 500 прошли. Картинка встала. Ну, тут что-то как-то. Ну, 600. Да, так, наверное, связь чуть-чуть получше, когда летишь задом. 600, 700 почти. Шикарная связь. 700 метров удалось. Это рекорд. Ладно, все, возвращаемся. Значит, дальше посмотрите там фотки и видео с карты памяти, кому интересно. Все, следующий тест будет за городом, в поле. Потом мы сделаем по батарейке тест на время полета. Ну, в режиме зависания просто посмотрим. Хотя бы 30 минут вытянет, нет. И на грузоподъемность, наверное, тест можно сделать. Потом будем переводить его на 5,8. И там уже будет хоть что-то уже понятно, что это за дрон. Ну, все, спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода 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 Игорь Негода